добрый день дорогие ваши зрители сегодня у нас в области творчества очень интересный день сегодня у нас в гостях главный редактор популярного журнала в сербии геополитика слободан эвич и мы с вами сегодня будет очень о многом и нам поможет в этом наталья уйка вот она рядом с нами она будет выступать хотя слободан прекрасно понимает по-русски но тем не менее мы решили подстраховаться и воспользоваться услугами и переводчика и так первый вопрос слободан первый вопрос каково как сегодня жить журналисту как он живет и работает на балканах и тем более в сербии в родной братской на сербии и он он я думаю он понял да я думаю что журналист когда свою работу делает так как надо это везде тяжело то есть не легко но у и не только что они на границе с этими странами но они постоянно делают продаж шир чуть дада не надо Krishna знаем tractация обидов плачхе санкции и Но на практике это выглядит так... Официально все свободно. Но ни одно частное или государственное предпринимательство им нельзя дать свою рекламу в нашем журнале геополитики. Министерство культуры, кое доделјује средства листојима, ове године свим штампаним медијима дало средства, само ни за проект геополитики. Министерство культуры, кое ежегодно видјљајат денги, в этом году видљела средства всем печатним журналам и газетам кроме геополитики. А садашњи министер культуры је пред неколко година говорио, додуша у Кафани, Ирићу тебе треба дати медалју за то што радиш и обште твоим сарадницам из геополитика. Министер культуры несколько дни лет назад сказао правда в Кафани, т.е. в Кабакир, что Ирићу тебе нада дати медалју и твоим сотрудникам за то што ви делаете. А кога је поставо министер культуры је заборавио? А кога је стал министер культуры је праце заборавио. Да, но вероятно да је доделиво имао би последица са Сорошејим людима који су веомо утисани у Србији. Но и если би он эти средства дао, он би наверно имел проблем с людьми Сорошеја. Сорошеја? Сорошеја? Да, да. Проти мене је умедима воджена кампаня као агенту русскогутицая? СМИ в Сербии проти мене вели политику как против агента российского СМИ, т.е. агента России. Т.е. любить Россию стало не только опасно, но еще и дорого. Да, да, да. Разумееш, да? Да, да, да. Понимаю. Замениво је, де тай списак о агентима русскогутицая... Треба нагласити дали. Да, стигао из Украјни. Интересно, што је, де списак агентов российского влияния пријхал из Украјни. Т.е. з Украјни. Значи той списак агента русскогутицая у Србији и Европи. Слободан, извини, а вот получается, ты в Кијв щас приехать не можеш? Не можеш. Я думаю, што би мене арестовали там. Арестовали? Да, я не знаю. Ну, нет. Если, если, вот, 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 да, читаем, да, вот сразу же. Ракфинир и Ротшильди, да, товарији? Читаем и, ну, про Трампа читаем, да? Вот, конечно его никуда не пућат. Али могу само да кажем да се нисам, да се нисам осећао налагодно на том, јер на том списку су поред мене, био је бивши председник владе Србије Војслав Коштуница. Я не чувствовала тебе плохо, поскольку я на этом списке, поскольку со мной, рядом со мной бивший президент Сербии Коштуница. Затем премьер Маджерский Виктор Орбан. Премьер министра Венгрии Орбан. Премьер Маджерский Виктор Орбан. Хороша компания. Хороша компания. Я вот недавно смотрел, когда так поступили с Ратко Младичем. Для меня это не вопрос, для меня вообще не вопрос, то есть для меня это боль. То, что сурадилась со Младичем за мене. Да, Ратко Младич это для меня герой. Вот как бы там ни говорили, чего бы там ни говорили. Это герой. Тако мислен великий бро люди у Сербии, а мы с семьи у Руси. Большинство народов в Сербии, а наверно и в России, с вами бы согласилась на это? Я помню, когда я приехал в Белград на презентацию одной из своих книг, когда они были переведены. Первое, что я увидел, это надписи. Надписи на стенах. Во-первых, сейчас мы с вами говорим, а в это же время идет прямая речь президента Путина. Ну, никак мы с ним конкурировать не сможем. Он нас победит в любом случае. И дай Бог. Но я помню на стенах Белграда надписи, Ратко Младич наш герой. И я помню надписи, Владимир Путин можно к нам один раз президентом? Да. Это я видел своими глазами. Я могу свободно сказать, когда больше исследований у Сербии, я решено, сколько бы были избори, и да би у всех кандидатов на више голоса добил Владимир Путин. По многим исследованиям, которые происходили в Сербии, по результатам вышло, что если бы Владимир Путин баллотировался, то бы все его голосовали. Могу докажем и одно мышление, когда Путин был на стадион Я могу высказать одно мнение, когда Владимир Владимирович приезжал в Сербию на стадион Красной Звезды. Я это видел своими глазами. Я был там. Когда заходил Борис Тадич, ноль эмоций. Когда пошел Путин на этот стадион, все встали. Все встали и подняли большой плакат Владимир, мы любим Россию. Да. Я слышал из некоторых политических кругов, что и сам Путин сказал, что, конечно, знал, что Сербия и Руси были близки, но и что его изненадила лично та толика количественная поддержка и любовь. Из политических кругов я услышал, что сам Владимир Владимирович сказал, что он знал, что его в Сербии любят и уважают, но он сам удивился, когда этот вживую видел, что его настолько... Да, это... Я тогда испытал гордость за свою страну. Я всегда две планы с его вживую. Это... У меня просто сердце вот так взорвалось. Я два раза испытывал. Когда я пришел на Новогробля, это гладбище в Сербии, где лежат наши воинники, как сказать, воинники, да? Воинники. Да. Солдаты. Солдаты Первой мировой войны. И я увидел памятник. Спасибо Газпрому. Вот первый раз в жизни я хочу сказать спасибо Газпрому. Братской Сербии. Потому что стоит самый большой, самый красивый памятник нашим воинам. Он стоит в Сербии. На нем написано «Спите орлы боевые». Это... Ну, просто душа разрывается. Вот... Вот она... Я когда увидел все это, я подумал... Спасибо братской Сербии за то, что она помнит. За то, что она помнит, из-за чего мы вступили в эту страшную войну. Из-за чего мы потеряли свое государство. Не из-за чего, точнее. Получается, из-за кого? Да. И вот... Я хотел бы задать еще один вопрос. Для Сербии очень больной вопрос в Косово. Очень больной вопрос в Косово. Я считаю, что... Я был в Косово... Я был в Косово три раза. Я считаю, что Косово – это Сербия. Более того, Сербия оттуда начиналась. Разумеешь? Да, да. Я все понимаю. Понимаешь? Вот... Но у нас есть еще один вопрос, который сегодня может показаться, так сказать, сложным для Сербии. Что ты скажешь по поводу Крыма? Я, конечно, могу сказать, что это не только мое мнение, но и мнение большинства народа, что Крым – это Россия. Крым был, есть и останется частью Россия. Что касается Косово, я согласен, что это больно вопрос за Сербию, потому что Косово – это не территория. По поводу Косово, я согласен, что это очень больно тема, потому что Косово – это не территория. Да. Свети Кнез Лазар, вместе с нашим политическим элитом, с нашим политическим элитом, определил за Царство небесное. Свети Кнез Лазар с своими политическими элитами и своими элитами, выбрал Царство небесное. И наша войска пред Косовску битку причестила, как на Тайном Христово вечере. И да, с сражением на Косово, они в церковь пошли. Да, и Косово – завет, уговор с Богом, который српский народ Крым подписал. И Косово – это договор, который Сербия с Богом подписал Крым. И Косово тогда изменило статус. Это не территория, она тогда стала света землей. И Косово тогда стала не территорией, а света землей. И мы верим, что Косово остается српской, потому что это договор с Богом, потому что это договор с Богом. Но Евросоюз очень много влияет на наше правительство. Да. Первое питание – и Сербия также уведет санкции Руси. А не от нас требует? Вести санкции Руси? Српский народ против того, а и добро же, что наша влада сказала, что это никогда не будет совершать. Српский народ против этого и правительство, что это не сделает. Да. Другий разлог – они нас покушают, да нас условия улазком у Европскую унию, захтевом, они то зовут нормализация с Косово, то есть захтевом, да признамо Косово. Требованием, чтобы Сербия признала независимо из Косово, они делают, это будет шагом вступление в Евросоюз. Да. Значи, суштейна је видеть. Генерал Лазаревич, који је рату против НАТО пакта, је рекао да је, да је, током рата 90. године, да је НАТО постигао само, не пуни 10% от својих војни цилјева. Генерал Лазаревич, који је вал против НАТО, на 1999. сказао, что НАТО је выполнио только 10% својих цилје. И тогда су НАТО донели, рекли су, у одлуку, не можемо Срби поразити војно на силу. Можемо да користимо другу методологию. И что они должны по другому паразити. Покупать. Да, 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 и они све време покушаваји то да нам кажу, да треба да се одракнемо Косова заради неког материалного. И они нам све време питаји, это покажао, что ми должны одракити от Косова и за материалного. Да, али велики српски духовници, а такође и руски, грчки духовници, свете и люди сказали, что Косова вернётся себе. Но сербски, а тако и руски и грчки духовници, свете и люди сказали, что Косова вернётся себе. Старец таде је рекао, да ће албанци једну ночь заноћите на Косово, да не ће осванути. Старец таде је сказал, что албанци одну ночь переноћујут на Косово, но что они тут не останутся. А Старец Гаврилу је рекао, да ће им бити тесно албане, когда буду бежали. Старец Гаврилу. А Старец Гаврилу, что они будут убежать, но косово будет тесно бежать. Да. Ну, суштина наше је ходноса Србији и Русије је небеска Србија и света Русија. Суть отношенија је... Тосу стожери наше вечног Србско-Русског Савија. На этом останавливается и вечный союз между Србиј и Русија. Это сердце к... Серцу. Я... Вот, к сожалению, я вынужден... Многие люди, которые нас смотрят, они понятия не имеют, кто такой Царь Лазарь. Вот сегодняшнее поколение... То есть я приехал когда-то, первый раз ещё в Югославию, в Советскую Югославию, скажем так. Да. Я знал, кто такой Милош Оберич. Я знал, кто такой Царь Лазарь. Я знал, кто такой Байзид. Потому что, если бы не он, если бы не он, то, наверное, бы Сербия... Она бы... У неё бы не было шестьсот лет этого ига страшного... Турецкого. Ибо... Милош Оберич, отдавая свою жизнь, пошёл и убил Мехмеда второго, султана турецкого. Но его сын... Ну и Бог... Действительно, как говорят сербы, Бог све видит. Бог всё видит. Да. Вот. В какой-то момент мы с вами узнаём, что Байзид оказывается в плену у Тамерлана. Да. И он его возит в клетки. Да. Ну, Слободан, ещё вопрос. Теперь, всё-таки мы находимся в области творчества. И хотелось бы... Вот. Я знаю, что Слободан Ильич, невзирая на то, что журнал называется «Геополитика», очень много делает для развития сербско-русских связей, для развития культуры. Мне бы хотелось узнать о том, что сегодня читают сербы из русской современной литературы. Я должен сказать, что до распада Югославии и Советская Суезда существовала какая-то культура политика. И у Србии се досто читала русская литература. И у Србии очень много людей читали русскую литературу. Читала с классика русская литература. Читала с классика. А тогда, когда дошла транзиция и liberalизм. Потом, когда на смену пришёл liberalизм. Тогда начали продавать писатели с Запада. У Србии начинают продавать писатели с Запада. А также и русские современные писатели типа Кунин и так далее. А также и русские современные писатели, как например Кунин. Да. Но это была модно. Это было модно? Да. Но сада, чини ми се, Срби паново вращают к читанию праве русской литературе. Но мне кажется, что сейчас Србиево за шайцак течение классической русской литературе. Да. Али сад паново вращаем на питание медиа. Више от половине медиа у Србисти су власници странци. С Запада. А петия за шайцак в вопросу СМИ, поскольку владельцы большинства СМИ в Срби и и на странци. Одна от фирми која је власник медиа у Србији, на нјеном чулся је, нјен директор је сада, Дэвид Петреус, бивши шеф Сије. А Дэвид Петреус, бивши шеф Сару, находися на главе одново из самих больших СМИ в Срби. Да. Значи, проблем је што Срби воле Русију и они, нарвано, прате председника Путина, али у Србији се мало знае о внутрешнем животу Русије. Проблема је в том, што ха је Срби любят Русију и президента Путина, у Србија очень мало је знае про настоящую жизнь Русије. Која је богата на плану культура, на плану науки. Која богата и в плане культура и науки. Да. Я пресвља јелим да кажем да је мене драго да се налазим код нашог драгог пријателја Сергеја Козлоја. Я пресвља всје хочу сказать, што я очень рада што нахожусь у Гаќјаху у нашог пријата Сергеја Козлоја. Који заједно со својим пријателјима досто урадео на развоју Србијо культурних веза. Својми пријателјами очень много делу на серпсоруских отношениях. Пасиба брат. Да. И пособно ми је драго што је Сибир, т.е. из градови Хантамансиск, Тюмен, Су дали и пособан добр на стоме. И ја очень рада што Сибир и города как Тюмен и Хантамансиск дали очень большого вкладање. И обратио би се гледовцима и реко бих да, наравно данас дегуд стиже айфон, ту стиже и глобализација. Я хотела обрати са козицијам и сказати што где пријажат айфон, тут пријажат и глобализација. Али ја мислим да је ваша велика преднос да се ви налазите мало на периферији глобали стана. Но для вас это хорошо што ви налазите на периферији глобализација. Глобализација, да. И мислим да ја велика шума, тајги и степеда вас штите. И ја думаю што большие леса и тајги вас сохраняјат. Велика шума ја разумею. Да, да. И као што велика руска земја сачувала Русију од Наполеона. И так как больша росијска пространство сохраняјала Русију од Наполеона. И од мощних танкова Гудеријанови 1941-1941. И од танкова Гудеријанови 1941-1941. Это каждый русский который родился здесь и хотя бы чуть-чуть, знаете, слово Гудеријан он понимает сразу се. Да. И у том смислу, не, заиста мислим да, ово желем да кажем, овом приликом да ми морамо да успостављамо културне, экономске и сваке друге везе, независно од политичких односа. Я хочу сказать, что ми должны сохраняјать экономическе, политическе, културне связи, независно с политическими обстојателствами. Между нами постоји одноотворно пријателјство. Между нами существует открыта дружба. И ми те Божје дарове који смо добили од Бога треба да умножајамо. И ми эти подарки, которые мы од Бога получили, должны просто распространять. К сожалению, мне кажется, не все не всегда это понимают. Я когда мне довелось, у меня было такое счастье общаться с президентом Сербии Томиславом Николичем, он сказал, просто человек держался за грудь, ему было больно. Он говорил, если б вы знали, как нам тяжело, мы любим Россию, но нас со всех сторон давят. Маленькую Сербию со всех сторон давят. За то, что мы любим Россию. Но если завтра придет человек, он сказал, после меня, который будет иметь какое-то плохое отношение к России, этот человек не будет политиком. И вот тут не будет. Я хочу, иначе, западни, люди со запада, глобалисты из Америки, они, Срби, доживјави как мале Руси на Балкану. Причом, Марко Якшич, мой приятел, лидер Срба с Косова. Марко Якшич, мой друг, лидер Срба с Косова. Да. Причом, вы, наверное, думаете, что в каждом Срби находится маленький Русский. А он, прежде Косова и Вилюшка, сказал не маленький, а большой Русский. Вы знаете, я тут же вспоминаю вот эту замечательную, уже известную историю о том, как американский генерал, который бомбил Сербию, пришел к сербскому генералу и говорит, как вам понравилось воевать самой лучшей армией мира. Серб на него посмотрел и говорит, не знаю, мы с русскими не воевали. Завершая наш эфир, мне бы хотелось спросить. Слободан, чем сегодня живет журнал «Диаполитика», какие у него планы? Я знаю, что была попытка выйти и в русском варианте, и даже уже какие-то шаги в этом есть, я бы читал. Вот такой крайний вопрос. Я думаю, что было бы хорошо думать о каком-то со сотрудничеством. Я не хочу, чтобы звучать не скромно, но могу свободно сказать, что за 17 годы, сколько геополитика состоит, что нам дали интервью на святские интеллектуальцы? Я могу сказать, что за 17 лет, сколько существует геополитика? 17 лет, да? 17 лет, да. Самые известные мировые интеллектуальцы дали интервью для нашего показателя? И еще немного, мы будем праздновать 18 лет. Да. Он, что-то, что-то, во-мо-важно, надо понимать, что и в окружении западного света, стоит люди, которые свободны. Надо понимать, что даже на Западе существуют люди, которые свободны. И кои брали, как бы я сказал, не только идею свободы, но и кои веома почтуют Руси. И мы, могу свободно сказать, мы, наш концепт западных интеллектуаций, мы, как бы я сказал, прераща туда, мы начали доводить эти западные интеллектуации, которые говорят хорошо о Руси. И эти западные люди, они не только охраняют идею свободы, но они очень уважают Россию. И я могу сказать, что даже до этого Раша Тодей, мы начали разговаривать с этими западными интеллектуациями. То, что очень важно сказать, это то, что сегодня против христианства очень важно. Война идиотка. Диего Фузаро, итальянский филозоф, сказал, что капитализм, монтиализм не нападает только на левицу, на левицу, на левицу. Диего Фузаро, итальянский филозоф сказал, что... Что капитализм, монтиализм не нападает только на права, на права, на права, на права буржуанская, на права буржуанская. Собственно, на классическое право. Да, да, да. Разумел. Да, значит, школа, поролица, держава. Да, школа, государство. Да, да. То есть на традиционный расположен. Да, да, да. А он желает, да все постаратом мигратором. Он хочет, чтобы все стали беженミами. Значит, он не желает, да интегрируют мигранты у ствари. Не желает. Беженцы сиберт. Не желает да их интегрируют. Он желает, чтобы мы получали все беженами. Беженцами. Без культуры и без идентичета. Человек кога желе западе, човек који виси на друштвеним мрежама. Человек катори из запада нужно найти, человек катори из юзид в социальных сетях. У коме правладава основно стане меланхолия. У каторова главна е састејанје душевно найти меланхолия. Да, и хоћу да кажем ово, да Русија је данас треба да буде, оното јесте, не само заштитник православља, него целокупно хришћанство у света. И ја хоћу сказати што је сивоња должна бити не толка хранителјем православља, но и вообще христијанство у мирја. Јер, поново цитирам Дијега Фузара, од 89. године глобализам води рат против националније држава на материјалном плану. Јер, поново цитата Дијега Фузара, который говорит што мандијализм нападает на материјалном плане, а на нематеријалном плане религия, а посебно хришћанство. А на нематеријалном плане он нападает на христијанство и на религия. Надеюсь, что наши зрители тоже все это понимают. Я хотел вам сказать, дорогие друзья, что сегодня у нас в студии был Слободан Эрич, главный редактор журнала «Геополитика», который я лично вижу в каждом киоске, идя по Белграду. Чего и вам желаю. Желаю, чтоб журнал продолжался. Желаю, чтоб у него появились русские читатели. Потому что то, что делает Слободан, я вынужден пока переводить сербского на русский, а вообще-то там и на русском есть что почитать. И я думаю, что он появится на русском языке. Огромное спасибо, Слободан, что ты был сегодня с нами, что ты так трепетно и, как всегда, в принципе, говорил о России. Спасибо, что вы меня пригласили. Мне очень приятно в вашем городе. Я знаю, что Тюменскую область ты любишь особенно. Да, конечно. Не потому что приглашают, а потому что, например, ты был в Тобольске, да, и вот какие-то свои впечатления у тебя есть. Да, да, да. Просто то да скажем, да си, да си, да си, да оси, да си, да си у Сибиру любовь. В Сибири я чувствую любовь. И не само то и гостеприимство. Не только любовь, но и гостеприимство тоже. И, мислим, да су и Срби такожи гостеприимливи. И я считаю, что и в Сербии тоже гостеприимат. О, супер! Такое гостеприимство, не всякие выживет. А это очень большая вредная духовность, хорошая характеристика. Когда мы принимаем, каждого человека нужно принимать, как мы принимаем гостя Бога. То есть мы каждого человека, который к нам хочет приходить, должны принимать как от Бога, человек от Бога, да. И у нас точно так же. Дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы были с нами в области творчества. Пишите, звоните. Мы с вами. И не уходите из области творчества. Спасибо нашей редакции. Тюменская область сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры.